тема мои мои моего послания сегодня подними глаза твои и не смотри назад это очень актуально актуально для меня лично потому что для нас как верующих людей найти мы проходим через некий этап жизни где наша вера испытывается нашим терпением когда мы иногда не понимаем что происходит перед нами где до многих из нас за закат жизни вот-вот уже перед глазами и мы думаем что же дальше будет мы недавно прошли осенние праздники с вами праздники господни и рассматривали фактически через призму этих праздников и в англии как отображается в праздника господи которые многие общины и церкви не празднуют например шишана не празднуются во многих церквях но как в роша шана можно найти повод для евангелизации что открывает роша шана для нас ем кипур конечно когда мы говорим ем кипур день искупления прощения до избавления то мы понимаем не что о чем мы говорим но тоже праздники которые не совсем празднуются в христиан христианской церкви единственное что может напоминать нам о празднике господних это их не а праздник жатвы которые они как-то обусловлено говорят о в последнее времени последнем урожае связывает это снова с новым заветом особенно с откровением я на но также мы прошли сим хатора да и суккот это через традиции которые существуют и остались для нас от наших отцов на роша шана мы именно зачитываем отрывок из торы и называется акидаты цак то связывание и цака и это глава очень и очень важно символично глава на ем кипур где всевышний предоставил и усмотрел жертву искупления за и цака то есть заменил и жертву и цака на барана пода я представляю как как и цик говорит папе в эту дрова я-то несу как да ты несешь огонь а где баран да вот где будет тот баран для жертвы и а в рамках ну этого барана боги предусмотрит и положив его на всесожжение да и цик думает вот я баран понимаете да то есть идея какая то есть и бог замещает то есть он видит намерение авраама и так как мы уже затронули немножко сегодня в пас в главе недельной главе который то есть лех леха уходя ты уходи только не сильно громко хлопни дверью до авраама бог обращается аврааму и нечто говорит о будущем и вот весьма весьма важный контент контент для нас существует в этих в начале то есть когда авраам слышит бога выходя уходит да и следующие последующие события очень важны конкретно к тому что я буду говорить и очень важно к тому времени где мы живем либо все писание вдох на бога вдохновенно полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу что приготовлен вы знаете подчеркните это у себя в библии делайте отметку не знаю поставьте как бы такой себе лозунг для жизни потому что да будет совершен божий человек не просто говорит но если захотите быть совершенной то можете а если не хотите то и не надо здесь говорить о том что писание библия тора учит на для того чтобы она вдохновенно она полезна для того чтобы именно наставить в праведность то есть наставление в праведность это процесс для того чтобы человек божий то есть люди как мы мы с вами мы читаем себя народом божьим да был совершенной для чего был готов сделать доброе дело всегда мы этим богаты именно вера вешуа миссии дает нам возможность раскрыть свой потенциал в добрых делах в доброе намерение добрые же пожелания то есть дать возможность людям услышать мы назовем его англии или добрая весть то есть доброе пожелание через тем доброе евангелие что нам нужен маши их нам нужно утешение утешение не просто нам нужно спасение а утешение в том, что мы, принимая Ишуа, Мессию, мы получаем обетование вечной жизни. Мы с вами на пути. Путь, который у нас есть, это длина нашей жизни. Все, что нам отмерено в этой жизни по времени, это наш путь. Жизненный путь, который определил нам Господь. И нам свойственно на наших собраниях, вот когда мы собираемся взять главную мысль, мысль и всего, что происходит. Когда мы собираемся вместе, у кого-то есть псалому, у кого-то есть наставление, у кого-то есть молитва, мы собираемся для одной простой цели стремиться к совершенству, усовершенствовать себя. Мы в течение недели, в течение рабочих дней сталкиваемся с многими вариантами несправедливости. У нас есть чувства, переживания, которые затрагиваются. Что-то нам кто-то сказал, что-то не так сделал. Мы огорчаемся. Мы, наверное, что-то еще больше, чем огорчаемся. Мы что-то еще скажем, мы что-то еще сделаем, мы что-то еще так нагрешим, чтобы доходим до шабата. И здесь, когда мы находимся на месте, мы славим Бога, говорим, мы словословим, мы молимся. Но цель не просто помолиться, словословить, цель усовершенствовать, цель видеть, что Бог хочет, чтобы мы росли, приготовлены были для всякого доброго дела. Бог приготовил вот здесь, в этом собрании, для нас, для доброго дела. Ведь живем ли мы, или умираем, мы все Господни. Сегодня у меня послание будет чересчур длинным. Но я надеюсь, не потому, что я долго отсутствовал, хочу выговориться, почти там, часть с лишним, но я хочу, чтобы мы сегодня при увидели, именно в конце календарного года, некий образ, куда нам двигаться дальше. Каждый человек даст за собственную прожитую жизнь отчет Господу. Последний день, когда труба Господня прозвучит. Да, у нас мы сегодня подарили очень прекрасный подарок, как бы чехол, а в чехле, в общем, замечательный чехол, там есть шофар. И когда вот этот шофар прозвучит, можно покажем, это удивительно, то этот шофар означает, что последний день, в этот день, все мы изменимся. Вот смотрите. Это можно потом потрогать, пощупать, да. Мастера мы потом объявим. Может быть, это и для многих людей будет очень интересным. Очень прекрасное творчество. Я скажу так, я потрясен. Спасибо вам огромное. Но при этом, послушайте, когда эта труба прозвучит, мы изменимся. Мы все предстанем пред Всевышним для одной простой цели. Дать ему за всю прожитую жизнь отчет, ответ, что я здесь сделал на земле. Просидел, прождал, промолился, простоял, или же что я сделал для того, чтобы Евангелие Божие распространялось, чтобы Царство Божие распространялось внутри нас, оно росло. И пока эта труба не прозвучала ни для вас, ни для меня лично, то я нахожусь в процессе, я нахожусь в процессе собственных испытаний, собственной переплавки. Каждый день для меня является каким-то переплавочным процессом. Для того, чтобы унаследовать Божие обетования, каждому выпадает жизненный жребий по их силе. Вы не сможете нести мой жребий, я не смогу нести вас жребий. У каждого из нас есть тот жребий, который Бог нам выделил. Потому что сверх сил Бог не даст. Все, что мы можем выдержать в своей жизни, мы выдержим посредством упования на него. И все умеренно, все умеренно сбалансировано в этом мире Богом. Война в Украине, в Израиле тоже не случайно. В сферах державах люди или правители замышляют раздоры, практически подталкивают нас к мысли о Третьей мировой войне, мировому господству и пришествии Артихриста. Кто-то может сказать, так уже Третья мировая война уже началась. Я не впадаю в детали, не ищу порочески каких-то оснований для того, чтобы сказать, все, мы уже живем в самая последняя минута, уже осталась минута до полуночи, потом Христос придет. Я не ищу этих, я ищу себе возможность быть человеком, который проявит Евангелие к людям, который изменит себя, быть готовым к встрече шмашеху каждый день. Всевозможные заговоры масонов, иллюминатов, радикальных глобалистов. Этому нужно противостоять. Вы так думаете? Вот так многие думают, что мы стоим на месте, нужно стоять, тормозить их, противостоять, связывать этих всех, кого там в последнее время проявления. Но знаете, мое личное понимание о последнем времени? Я верю во всемогущего Бога. Я верю, что всему свое время, как сказал один очень умный человек, однажды живший до нас. Шлем был очень хорошим и мудрым человеком. И он сказал, всему свое время, я верю во всемогущего Бога, Бога, контролирующий лично свое слово, не наше, не других правителей, не то, что они делают, чтобы они подписали, договоренности. Он контролирует собственное слово, которое он оставил на страницах Священного Писания, которое он оставил через пророков учения и Тору. Я верю в Бога, который держит сердце царя, злой ли он, или плохой, или недобрый, или добрый в своей руке. верю в Бога, который сделал землю подножьем ног своих, который держит в ладонях весь им созданный мир. Я верю во всемогущего Бога. Я верю, что без воли Божьей ни один волос моей так облысевшей головы не покинет ее без причин. Вы поймите, это настолько должно быть нам сущно, что происходящее с нами, под контролем с Богом. Я также знаю, что моя жизнь и ваша жизнь это дырак, путь полон испытаний, горя, потерь и соблазнов. Соблазнов, почему я говорю соблазнов, потому что уз и тернистый путь, да, и немногие находят путь, путь туда, путь тернистый, который очень сложный, где нужно отказываться от собственного я и видеть перспективу соединение нас с Богом. Я лично не хочу провести остаток своей жизни, вечной жизни в мучениях и в аду. Я лично, честно, не хочу. Абсолютно. То есть, от слова никакого времени не хочу там проводить. Но я лучше буду искать путь, который будет тернистый, трудный, переживаемый, но дойти к небесам с надеждой вечно жить с ним, вечно славить, благодарить, наслаждаться Богом Израиля. Спасителя Моего. Широкий путь искать не нужно. Он вокруг нас с вами. Ты можешь просто плюнуть на все, на все происходящее, расслабиться и течь вместе с остальными. А как мы понимаем, что-то никогда не тонет. Можно так расслабиться и плыть. Похоть чей похоть плоти и гордость житейская, все это мы встречаемся ежедневно на всяком месте, где мы живем. Это все вокруг нас. И все же для всех нас, проживающих в этом раскрывающем мире, я надеюсь, это мы четко понимаем, необходимо поднять отчих своих горам, откуда приходит наша помощь, моя. В чем же я нуждаюсь? В чем нужда сегодня у меня лично? Я вам скажу так, я задумался буквально недавно о том, что мне еще не хватает для полного счастья. Для полного счастья. Что мне нужно, какая помощь мне нужна от Бога? Когда я давно уже верующий, я уже очень давно верующий. Да, я вспоминаю свою юность и так далее. Я даже забываю, даже когда я по-настоящему покаялся. Это было в 9 лет, в 11, в 12, в 16 лет, потому что на каждом этапе я имел свое собственное переживание с Богом и это переживание оно росло. Да, я спрашиваю себя, что мне еще нужно, когда я умею жить и в недостатке и что все необходимое для праведной жизни у меня есть. И честно говоря, я ни в чем не нуждаюсь материально, потому что для праведной жизни у нас с вами все необходимое есть. И Писание говорит, что еще не видели человека, который надеялся на Бога протянутой рукой, имеется в виду, доходил до крайней точки своей жизни умереть и все. Понимаете, надеющимся на Бога не постыдить. Поэтому еще не было такого человека, который надеялся на Бога и не получил помощь от Него. мы научились жить скудости и в полном изобилии. В тесноте и шикарных домах, куда нас приглашают. И последняя наша поездка посетить наших детей, они хотели пригласить наш собственный дом, но у них дом был еще под ремонтом и так далее. Нас пригласила одна приятная пара, которые они инженеры, они строители, у них нету детей, они уже никогда не будут, но они открыли свой дом, мы думали, а, ну, поедем к ним, но нам сказали, но это очень далеко. Ну, как далеко? Ну, минут 40 ездили, вы сказали, ну, далеко, ну, если скорость 120 км в час, то примерно это как до Николаева доехать. Вы понимаете, да? Недалеко, совсем недалеко, да? До Николаева каждый день. То есть, другими словами, нам нужно было каждый день ездить в больницу, да, то к Ильев, то к Эфи, это две разных территории, и мы думали, ну, ладно, как-то быть уже других, никто больше не пригласил к себе домой, мы как с чемоданами, знаете, вот, ручка оборвана, ты подмышку взял и ходишь ко всем в гости и с чемоданом живешь. Мы приезжаем к ним, а они заезжают на территорию, она под охраной, там, озеро, смотрим, маленькие дома, тут такой здоровенный, под стеклом дома, современный дом, насквозь просматриваются, кроме спален, да, и красота, и мы думаем, боже, умеем же мы жить и так, и в нищете, то есть, когда не хватает денег, ты живешь, муж говорит, там, в одной комнате, все дети твои, ты спишь, ты, твоя жена, твои дети рядом с тобой, понимаете, да, то есть, и в таких хоромах мы научились, и при всем том, когда мы посещали Африку, мы научились жить с африканцами, мыться с ними, с ковшика, в туалете, где была просто дырка, но у нас у всех, почти так, не совсем, почему-то у нас воровали еще эти самые, унитазы, от хреждения, 10 километров, проповедовать, или учить в библейской школе, до комфортных перелетов самолетов, от смертельных ситуаций, 20 по жизни, и чудес, которые мы пережили, то есть, мы научились жить в Божьем предоставлении, и все же, я прихожу к пониманию, что мне сегодня, в наших условиях, балагана, да, и войны, нужна помощь от Господа, я при всем том, что я пережил уже, да, может, чудеса, знамения, все, как бы, могу в Господь ишу, да, вдруг я прихожу в состояние, где мне, мне нужна помощь от Бога, мне нужно услышать, лично мне, в мой дух, слова, которые Бог говорил, нашим праотцам, то, с чего начал Василий сегодня, лех-леха, уходя, уходи, не имеется, уже уйди отсюда, нет, услышать голос Божий, знаете, какой самый главный, этот голос, что он говорит, не просто, послушай меня, и тебе скажу, что делать, он говорит следующее, Бытие 13 глава 14 стих, и сказал Господь Авраам, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь, теперь посмотри к северу и к югу, к востоку и западу, он говорит одну простую вещь, подними свои глаза, подняв глаза тех ситуаций, которые сковывают нас, удерживают нас от Божьих обещаний, нам, как верующим людям, на сегодняшний день, необходимо слышать голос, который Бог говорит, подними глаза, подними глаза, поднимите, в Израиле, в Украине, поднимите глаза, возможно, у кого-то есть и рай, да, на земле, но для верующего человека, для нас с вами, нам нужно иметь и видеть обетование, которое Бог приготовил для нас, обетование, есть рай на земле, а есть обетование, которое не только для сегодняшнего времени, это обетование на годы вперед, для поколений, поколений, поколения, время пришло поднять свои глаза от проблематичных ситуаций к обетованиям Божьим, сегодня, для нас, для того, чтобы не просто поднять свои глаза и увидеть обещания Господа для нашей жизни, а нам необходимо научиться видеть это будущее, независимо от происходящих реалий, в которых мы живем, друзья, иначе невозможно иметь никакой надежды в будущем, тогда не хочется ни жить, ни участвовать, ни петь, ни танцевать, ни молиться, научиться нужно смотреть в будущее веры, которое, как малое зерно, есть у каждого из нас, поверьте, у каждого из нас есть маленькое семя веры, ибо Дух Святой излился в наши сердца, в наши сердца, чтобы дать нам надежду, маленькую надежду, я понимаю, что обстоятельства настолько сложны, и каждый может сказать, но вы не ходите в моих сапогах, я согласен, и вы в моих тоже не ходите, каждого есть время и обстоятельства, в которые мы ходим в этой жизни, это Дерех, очень легко впасть в депрессию, на сегодняшний день ничего сложного, нету впасть в депрессию, нахмуриться на всех и быть полным негатива, все просто, все пропало, как там с мультика, все пропало, шеф, все пропало, все пропало, все, уже нет никакой надежды, легко застрять и загрузить в событиях минувших дней, легко обсуждать то, что не срабатывало в нашей жизни, это не работало, нас научили промаливать, простоять на слове, нас говорили это, про возглашение мест, писание, о, вы нам говорили, и ничего не получилось, можно четко на этом зациклиться, поэтому мы склонны смаковать о прошедшем, как было все чудесно до войны, как все было хорошо, и мы этим не ценили, а теперь мы начинаем ценить, мы как будто в прошлое возвращаемся, вот как было все хорошо, а может у нас ностальгия начинается за колбасой, доктор сказал, за рубль 80, или за длинными очередями, это все может вернуться, в нашем подсознании, нашем негативе, может все вернуться, когда оно, это состояние, нас так напрягает, нас начинает поташнивать, мы уже начинаем все, всех обвинять, все правительства, все плохие, все нас тошнит, тошнит от того состояния, в котором мы находимся, плюс нас начинает, нам подсознавать от тех людей, которые вокруг нас, и мы задаем тогда следующий вопрос, Боже, и шо? Где мы? Шо нам делать? Как мы с этим справиться, и не пораниться? Как мне всем этим, вот обладать, да, вообще всем контролировать? Господи, да когда же все это закончится? Одна и та же рутина, ну правда, шо мне делать? Мы задаем вопрос, Давид пишет в своем псалме 120, «Возвожу очи моих горам, откуда приходит помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего что? Нет, только небеса, он там на небесах, вот там пускай властвует, на земле нам всего ада хватает, как говорят, ад на земле, какой, «Возвожу очи горам, откуда приходит помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего неба и землю». Для того, чтобы начать думать о Божьей помощи, необходимо снять свой взгляд с ситуации, в которой мы находимся, с надеждой взглянуть на небо, то есть в будущее, в ту будущность, которая нам, может быть, не снилась, не приходила то на разум. И нам нельзя с этим медлить. Хотя и медлит Господь с исполнением обещаний, но придя, Бог найдет ли веру на земле? Вот этот момент очень важный. Помните, Василий сказал, что поверил Авраам Богу, и это вменилась ему в праведность. Вот мы говорим о том, Бог, Авраам поверил Богу, вменилась ему в праведность, он поверил Богу, которого он не знал. Как многие из вас еще будут, когда еще не пришли к познанию Бога, или даже, может быть, не приняли Иисуса, или еще о Личном Спасителе, вы понимали, что где-то на небе кто-то руководит чем-то, и где-то мы доверяем свою жизнь, и мы начинаем доверять, что да, действительно, там кто-то есть, кто заботится обо мне. Как многие из вас переживали эти вещи? Да? Еще до спасения это происходило. Удивительная штука, удивительная штука. Это то, что происходило с Авраамом. Бог обращается к Аврааму, когда тот еще был идолопоклонник, да? И если вы почитаете устную Тору, да, там много что написано, одна из вещей, которые они продавали еще идолов, да? До того, как он еще был идолопоклонник, Бог обращается к Аврааму, и он поверил ему. А что он ему сказал? Неплохой договор. Ты поверил Богу, что он тебе благословит просто так. Вот просто так захотел тебе Бог благословит. Ты знал, что он поверил, и это вменилось тебе в праведность. Я бы хотел бы так. Слушайте, поверил Богу, что у меня все будет хорошо, я верю, но когда-то произойдет, мы не знаем. Услышите, то же самое произошло с Авраамом. Бог говорит, я тебя благословю, благословю твою семью, благословю, я тебя размножу, он поверил ему, а сколько времени прошло. Вы задумывались, нет? Авраам не задал вопрос, когда? Завтра? Ага. Или послезавтра? Он поверил, обетование Божие, поверил ему, что он, я буду благословением для всех народов. Именилось там в праведность. Бытие 12 глава. Сказал Господь Авраам, пойди из земли твоей, от рода твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. Куда идти? Три дня лесом, два дня полем, а там уже рукой подать. Совсем недалеко, зачем? Что тебе париться? Немножко пройти времени. Я произведу тебя великий народ, благословю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Ты будешь благословением. Я благословлю благословляющего тебя, и злословище тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. О, мы это уже, мы знаем. Столько времени прошло, мы поняли, что так и да, оно так и все народы уже благословены. Буквально, если мы будем читать дальше, то мы заметим, что Авраам забирает с собой, просто забирает с собой не только свою жену, но и племянника, и отца. Ему на тот момент исполнило всего лишь 75 лет, и это вам скажу, не возраст, а слово абсолютно. Лара, сколько тебе лет? Нормально, в путь с рюкзачком и вперед. Ага. И как вот здесь, то есть от слова вообще, 75 лет, это не возраст. Буквально, немного времени проходит, и что мы видим? Авраам переживает Божие благословения. Мы читаем дальше. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. Слово, по секунду, подняться из Египта на юг. Для нас как? Подняться, значит, на север? Или нет? Как подняться на юг? Это вниз. Это чтобы оказаться на юге, для Мертвого моря. И все начинается. И был Авраам очень богат скотом. Ладно. Серебром. Неплохо. И золотом. А люди говорят, ну ужасно. Просто ужасно богатым. Просто до неузнавателя. До безобразия ужасны были. Услышите? Бог говорит Аврааму, до того, как он вышел из ура колдейской, я благословю тебя. И это исполняется уже через много лет. Исполняется. Он становится ужасно богатым. Не просто сам богат, а еще обогатился его племянник. За счет Авраама благословения. И сказал, и не вместила, не вместила, не вместила, была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Ну как это? Сколько нужно иметь всего, что нельзя вместе жить? Для нас это непонятно. Мы в хрущевке выжили в наших многосемейках, да, там как бы со всем нашим добром. И мы понимаем, что если многосемейки ты живешь в одной комнате со всем коголом, то точно жить невозможно. Но здесь пойдешь направо, налево, и пастбище, и золото, и все. И при всем этом не хватало им места. Ни места не хватало, ни земли, да, вот это, как в песне твоей. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною, тобою, между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Говорит, послушай, мы родственники, поэтому ссориться не надо. А у нас, если родственники, то в первую очередь с кем ссорятся? с родственниками. находим врагов наших родственников и начинаем дружить с врагами наших родственников. лот возвел очисть, и вся земля перед тобою. Отделись же от меня. Говорит, слушай, иди, достал ты меня. Если ты направо, то я точно налево пойду. Если ты налево, то я точно направо иду. с сегодняшнего дня. Иди, племянник, иди со своим всем добром, чтобы мы оставались родственниками, лучше нам любить друг друга, как на расстоянии. Вы точно правы. Приезжать в гости раз в году, на роша шана, вдруг попросить на всякий случай прощения перед емки пуром, принесли жертву, потом повеселились в шатрах, на кущах, и потом нормально разошлись опять на целый год. Ну, как бы так получается. Лот возвел очисть свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Другими словами, посмотрел на сторону Иордании и говорит, рай на земле. Не, ну так же? Или я не прав? Как сад Господень. У нас один сад был Господень. То есть, другими словами, прообраз есть. Рай на земле. И забрал себе всю окрестность Иорданскую, двинулся лот к востоку и отделились они друг от друга. Другими словами, лот осмотрел землю, выбрал то, что было лучше. Лучшего развития, орошаемость. Слово орошаемость, это наша система орошения. Я вам скажу так, что действительно, когда я изучал в Иордании географию и Иордании, и библейские принципы, я понял, что там была вся цивилизация того времени. Там действительно все было очень круто. Там теплые источники были, между прочим. Там был один из дворцов Ирода, который был на той стороне, Иоанна Кресители голову отрезали там и принесли на блюдочке. Недалеко были теплые ванны там, с той стороны Мертвого моря переезжали, потому что на той стороне еще один был, у него замок, он переезжал, там целый флот был. Там был даже порт на стороне Иорданской стороны. И там все было довольно хорошо. И лот посмотрел на все и сказал, рай на земле. Авраам, смотря тупо под ноги на землю, понимал одно. Ой, выбор. Лот сделал выбор. Авраам просто тупо смотрел на землю, где он стоял. Понимал, теперь все будет на ногах. У лота все предоставлено, рай на земле. А у меня есть обетование. Обетование иногда не смотрится так, как мы его хотим видеть. Обетование не рай на земле. Иногда то, что мы видим под ногами, не ходит наш разум, как это может быть благословением. Оно нас напрягает. Оно действительно вводит нас иногда в тупик. Рочарование, горечи, безнадеги. Авраам, смотря тупо под ноги на землю, понимал лишь одно. Это земля странствования. Земля пустыни. Нужно будет перемещаться, чтобы выживать. Нужно будет переделать. Если посмотрите, Авраам, то в одном месте поставил шатер, то в другом месте поставил шатер, он начинал странствовать. И написано, что он был странником, не странным Ким, а странником пришельцем. Если бы стояли сегодня в Элате, если будете смотреть на на карту Израиля, спасибо, то вы увидите самая крайняя точка возле Красного моря, это Элат. Вот представьте себе, что приходят, они спустились. Помните, вышли с Египта и пошли на юг. Не на север, а на юг. Пришли в место, где называется это иорданским провалом или иорданской расщелиной. Там, да, вот впадина, спасибо, это впадина, которая как раз вот разделяет вот эту часть Божьего благословения. Если бы пришли туда, то вы поняли, что вот и смотрели на север, то с правой стороны у вас бы открывался этот пейзаж благословения. Даже сегодня, на сегодняшний день вы четко понимаете, что с правой стороны там источники всевозможные, которые там идут, да, и впадают в мертвое море, никуда больше не выходят. Ты понимаешь, что земля, которая с правой стороны выбирает лод, она на самом деле уникальна, она производит и хлеб, и так далее. Что вы понимали, это те маовитские поля, то есть высоты, откуда пришла бабушка Давида. Да, там были поля, хлебные, там оливковые, а как вы только смотрите в сторону, левую сторону, то не налево идти, а вот как бы так, с левой стороны, да, вы четко понимаете, а там ничего нет. Пустыня, реально пустыня, жара невозможная. Вы стоите на Иордане, да, вот где Ишук получал, ну, прошел водную, водное покрытие, то есть филу. Стороны Иордании заросли, пейзаж, деревья, красивый, вот как бы, ну, очень приятно смотреть, даже сегодня. Ты уходишь чуть-чуть от стороны Иордании, в сторону у нас Израиля, да, и там пустыня, там песок, ничего не растет. Так же самое и здесь. И я понимаю, что фактически, может быть, Авраам думал, ну, хорошо воспитали мальчика, Лота. И он думал, ну, может быть, Лот уже как бы поймет все, что тут, типа, почтение, это на Востоке очень важная тема, что нормально. Может, он ожидал, дядя, дядя Авраам, вы знаете, я не знаю, что вы вообще меня с собой взяли, но я понял, что ваш Бог, он уникальный. Мы так обогатились за это время путешествия, что, может быть, вы выберете, куда вам идти. Может быть, он ожидал, что вы, Авраам скажет, Лот скажет, слушайте, слушайте, подождите секундочку, по старшинству, ради восточного уважения, может быть, вы сами выберете землю, где жить. Не, не, не. Лот сказал, мне нравится райная земля, а тебе что-то Бог обещал, ну, иди. Я думаю, так вот, Авраам смотрел на все это, удрученным взглядом. В этот удрученный момент Бог обращается к Аврааму. В этот момент Бог говорит к Аврааму слова, которые мы должны с вами услышать, потому что обетование, которое у нас есть с вами, оно, может быть, не впечатляет, оно, возможно, нас разочаровывает, возможно, у нас никакой перспективы на будущее. И тут в 14 стихе, «И сказал Господь Аврааме, после того, как Лот отделился от него, возведи отче твои с места, на котором ты теперь смотри, к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потом все твои, вовеки». Насколько? Навеки. Как долго? Не знаем. Навеки. Поэтому претенденты, которые на эту землю, у нас только остаются одни. Те, кто, Бог сказал, «Я тебе, твоему сыну, сынов своих, сынов, до тысячи поколений, я им отдам эту землю, она ихняя». Это земля, которая не впечатляет, друзья. На самом деле, не впечатляет. И сделаю потом, все как песок земной. Если кто сможет сочетать песок земной, то и потом, сочинно будет. «Встань, пойди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». Тот говорит, «Пойди». То есть не сиди, вот я дал тебе обещание, вот сиди и думай, как-то баба у разбитого корыта. Хочу быть, хочу быть, хочу быть отцом народа, хочу иметь землю. Он говорит, «Нет, нет, я тебе дал обещание, а теперь пойди, посмотри, пойди сделать что-то, по крайней мере, встань и иди посмотри то обетование, которое я тебе дал». Я скажу честно, там не впечатляюще. Там, на этой пустынной стороне исполнялись все обетования Господни для Авраама, Ицаха и Иакова. Там, на той земле, той части земли, которая непривлекательна была. И я покажу, насколько непривлекательна эта земля была. Исаия по прошествии сотни лет говорит слово от Господа, подтверждающий, что Авраам находился в земле, которая не была самой лучшей. Мы помните, Лот выбрал рай на земле. Все там есть, все там есть, все было уже сделано, инфраструктура, была вода, было орошение и понятие, как Бог позабыл. Вот это благословение, вот это благость, вот туда пойду. А ему Авраама дал в землю обетование. Потому что обещают, обещано сколько? Три года ждут. А сколько ты будешь ждать, я не знаю. Но это вот твое. Вот ты хотел, возьми. Исаия говорит, смотрите, интересный факт, Бог обещает Аврааму наследие, как бы наследие еще, Авраамова, но Бог потом называет его наследие своим народом. Просто идея. Услышьте это. Бог говорит Аврааму, я произведу тебе народ. А потом Бог называет этот народ мой народ. Мой народ. Израиль. Мой народ. Глава 35 Исаия. Возвеселится пустыня и сухая земля. Помните? Землю, которую Бог дал Аврааму. Пустыня и сухая земля. И возрадуется страна необитаемая и расцветет, как кипарис. О, нарцисс. Извините. Нарцисс. Сорри. Извините. Тадах. Слеха. Можно сказать еще много слов. Как кипарис. Нарцисс. Что будет? Кипарис. Сейчас и дальше будет кипарис. Ливанский. Как нарцисс. Из пустыни будет то, чего не было до этого. Проходит сотни лет. Возможно, тысячи лет прошло. И Бог через Исаию делает то, чего мы сегодня можем увидеть. Великолепно будет цвести и радоваться. Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа. Величие Бога нашего. Они увидят. А в то время оно не происходило. Укрепите обславшие руки. Утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою. Будьте тверды. Не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения. воздаст воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отвертутся. Тогда хромой вскочит как олень язык немого будет петь ибо что пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Земле которую Бог обещал Авраму. Пойди посмотри. Ну там же рай а здесь обетование. Хочу заметить что Бог просит Аврама посмотреть на землю будущего. Не как землю остатка или просто еще что мне с этого буду я иметь. Только бы не умереть. Но перспективы будущего. Что именно там его наследие будет иметь благословение. Что именно там произойдет все обещания Божьи. Что именно там придет спасение всему народу. Что именно там Бог проявит свою силу покажет что он всемогущий Бог. Что там Бог будет разворачивать свой план спасения для всего мира. Сегодня в пустыне Негов сегодня в этой пустыне чтобы вы понимали в некоторых местах кибуцах там сегодня выращивают виноград. в пустыне будет вода расцветет будет удивительно слава Ливана. То есть то что там именно за Ливанские горы именно вот этот сирийский вот эта часть которая там идет постоянно война почему они там воюют потому что там источники именно там происходит источник расшит расшительная система для всего Израиля для всего той стороны именно там кто владеет высотами владеет и урожаем здесь в пустыне ничего нету и Бог говорит я сделаю чудо подними свои глаза возможно нам кажется что ничего не происходит в Украине ничего не происходит там не движемся мы никуда все плохо все очень возможно плохо Бог говорит подними свои глаза ты уткнулся в проблему сейчас в этой данной секунде посмотри на будущее посмотри туда откуда может быть ты даже не понимаешь куда приходит помощь посмотри детей своих детей своих пустыни пройдут там где безнадега откроются источники после Клод отошел от Авраама Бог открывает Аврааму глаза его в его призвание и к его наследию и не просто открывает он предлагает Аврааму пройти по всей земле пройти провозгласить куда не ступит твоя нога что она твоя земля Бог сегодня говорит к нам не просто вы поднимите глаза песнопением хвалой ой как классно как хорошо а встань пройди по своей земле пойди посмотри что происходит ты пойдешь там я хочу тебя благословить даже если ты не видишь сейчас это перемен там у меня для тебя есть обетование пойди на север на юг на запад и восток восток знаете почему потому что чтобы напомнить Аврааму еще вон она вон она земля земля которую Лот взял для него это рай но не обетование слышите нет для для Лота это рай он выбрал ни в чем не нуждается но это не обетование мое Лоту посмотри где ты находишься это обетование возможно оно некрасиво не цветет не пахнет жара и не знаешь что с этим делать но это мое обетование тебе твоим детям и наследникам до тысячи родов имя Лот древнееврейского означает покров покрывало помните как писание говорит да коли покрывало висит на глазах Израиля пока оно не будет снято и когда именно Бог говорит как тот момент когда Лот отделился когда-то завеса была снята я вообще-то не понимаю по какой причине Авраам взял с собой Лота предложил может ему было скучно может что-то Лот сделал хорошего его жизни а возможно папа Лота сказал слушай между прочим Сара наша девочка иди вдруг что-то будет не так а вдруг с Авраамом ну мужику-то 75 лет извини вдруг ему станет плохо кто его приведет домой я вообще-то не знаю почему причину почему Бог сказал Авраам он не сказал Лоту но здесь послушайте пока не было снято пока не отделилось это покрывало и тогда в этот момент Бог говорит посмотри то что ты видишь это только твои обстоятельства то что тебя разочаровывает то что тебя на самом деле ты возможно песок взял посмотрел в уши как здесь выжить посмотри на будущее посмотри у нас с вами есть обетование четкое обетование псалтир 117 псалом да тегелим 117 не помру але буду жити и расповедати про Господні дела мы сами поем эту в нашем гимне да что там я не умру но я буду жить и возвещать всем о том что ты Бог мой сделал у нас у нас есть что сказать что Бог сделал у нас есть сказать что Бог сделал у нас есть сказать что Бог сделал друзья может быть многое что еще непонятно но мы будем говорить о том что Бог сделал и у нас тут на этом многострадальной земле Украины мы увидим Божье обетование Увидим свою независимость. А для этого нам нужно поднять глаза с того места, что нас сильно грузит, что нас напрягает, не дает двигаться с тех обстоятельств, в которых мы разочаровались. Да, сняться вообще-то с ручника, друзья, дорогие, сняться с ручника и начинать двигаться в собраниях, в поддержке людей, в домашних группах, в служениях подняться, потому что у нас есть с вами обетование, поднять взор своих к Господу, у которого не только есть победа и рука помощи, но и будущее для каждого из нас и наших детей. С войной в Украине начался новый исторический процесс. Мирового значения, друзья, мирового значения. А знаете, еще по-другому могу сказать. Когда началась война в Украине, кто-то что-то мог сказать, ой-вой, нехорошо, это геноцид или что-то еще. Но когда началась война в Израиле, все начали говорить о конце света. Интересно, правда? Возможно. Я ничего не это самое. Но я знаю точно, что мировое, мировое, вообще историческое процесс, он запустен. Мировой порядок должен был быть и изменить все будущее. Даже если нам не сильно-то хочется. Мы не можем оттянуть, но не можем отменить то, что Бог сказал в последнее время. Варварские убийства, расправа над евреями в кибуцах на юге Израиля, повернули стрелку божьих часов ближе к полночи. К откровенному, говорят, пришествию. Уже многие говорят, вот это происходит, это только в последнее время. Помощь, которая может для них прийти вообще-то к Израилю, к нам, может прийти только от Бога. Вас зовут и будут услышаны. Скажут Баруха, Бабыша, Мадонай. А пока нужно помнить слова Ишуа Мессии, который говорит о последнем времени. Слова о кончине света. Слова, которые отрезвляют и в то же время напрягают в размышлении. Знаете, что мне очень понравилось? Читаешь Евангелие, читаешь Писание, и некоторые моменты, они просто оставляют в тебе отпечаток. В Евангелии от Луки на вопрос фарисеев о Царстве Божьем Ишуа раскрывает события последнего времени. Вы согласны со мной или нет? Давайте я почитаю. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божье. Отвечал им, не придет Царство Божье примерным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божье внутри вас есть. Кому он говорит? Заметьте, кому он говорит. Его спрашивают фарисеи. Религиозы, набожные люди. Некоторые из них вообще доставали его. И доставали его с вопросом, где Царство Божье? А он говорит, Царство Божье внутри вас. Не верующие в него еще иудеям. Оно внутри вас. Оно как семя внутри вас. Потому что вы уже знаете о Божьих заповедях. Вы знаете о том, что Бог вас призвал. Оно внутри вас. Оно должно расти. И дальше. И сказал так же ученикам. После всем нам. Если ученики его, то и касается это нам. Вы согласны, нет? Что это касается нам. Если мы последователи Ишуа Мессии. Придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого. И не увидите. Честно. Вот так скажу. Я бы хотел повернуться туда. И посмотреть, как он это делает. Пожелал бы хотя бы один день посмотреть, как это происходило. Правда? Кто из вас не хочет? Или такой, я один? Я хочу. И Ишуа говорит, вот Валя, вот ты бы хотел бы видеть один из дней моих, но не сможешь. Ну и спасибо. Я могу почитать, конечно. И скажут, вот он здесь или вот он там. Не ходите. Не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшись от одного края неба, блистает до другого края неба. Так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом всем. И как было это в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Мы говорим, о, говорит о последнем времени. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Мы говорим, о, вот так будет и последнее время. А земля и все, что на ней, сгорит. Просто синим, блакетным полумьем сгорит. Чтобы вот так вам было. Ну, как у нас по-украински бывает. Если что не сгиб, то надпишу. Если не нам, то все горит. И да, и так же, как было в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили и строили. И в тот день, в который Лот вышел из Содома, прорылся с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. О, классно, последнее время. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не входи, взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лота. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, что в ту ночь будет двое на одной постели. Один возьмется, другой останется. Но если муж и жена, то одна плоть, то вдвоем нормально, правильно? Без ошибки, правда? Мужя, не бойтесь, не остайтесь сами на ложе, жены не будут. То есть двое, одна плоть, так что женитесь по-нормальному. И двое будут молотить вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там и соберутся и орлы. Другими словами, все всему свое время. И вот здесь все очень лаконично, и мы можем просто сказать, видите, вот весьма четко говорится в последнее время. Тогда я спрошу у вас следующий вопрос, если вы не заметили. Зачем или по какой причине Ишуа говорит фразу, которая для меня лично стала тяжелым камнем для размышлений и начал подталкивать на размышления. 32 стих, посмотрите. Вспоминайте жену Лота. Вы скажете, и? И что? Для меня у меня сразу тысяча вопросов. Как ее зовут? Жена Лота. Мне вопрос, почему ее? А почему нет? Ну почему ее? Почему не с Евы начать? Ведь все с того и началось. Вспоминайте Еву. Потому что с нее все как бы так, все ваши проблемы, друзья. Ладно, ладно, хорошо. Не надо Еву. Ей досталось уже с того момента. Почему не сказать? Вспоминайте про родительницу нашу Сару. Вы скажете, а что Сару? Попробуйте в 90 лет родить. Некое чудо. Вот почему Сару не вспоминать? Ладно, Сару уже так как бы, это сильно издевательски происходит. Почему не маму? Ну некоторые вспоминают его маму. Где-то на молитвах в других храмах. Ну вы скажете, подождите секунду. Но там же тоже женщина под именем Мири или Мария вытирала ноги, полила ему миром ноги. Он говорит, то, что она сделала, будет вспоминаться. Но не говорится, вспоминайте Марию. Он не сказал, вспоминайте маму. Потому что кто еще рожал в девственном состоянии? Еще пока никто. Здесь вопрос у меня, почему жену Лота? Мы не знаем, как ее зовут. Мы не знаем вообще, от какого происхождения. Откуда она? Какая у нее профессия? Когда он вообще на ней женился? Лот? Вообще абсолютно ноль. Но что-то мы знаем, что-то понимаем. И всех 170 женщин, у всех 170 женок, вспомянутых в Библии, он говорит, вспоминайте жену Лота. Что-то как? Я не знаю. А давайте дальше. Это прообразом для многих из нас. Он говорит, вспоминайте. Он перечисляет, что будет в последнее время. Он говорит, вспоминайте жену Лота. Что сделала эта безымянная женщина, которая вспоминает Ишево? Что она сделала? Все, что очень просто. Мы продолжаем историю Авраама. Авраам стал жить в земле Хананской. А Лот стал жить в городах окрестностей. И раскинул шатри до Содома. Жители Содомские были злые и весьма грешны перед Господом. И вот знаете, когда говорится, весьма грешны перед Господом, и когда грех Содома и Гаморы, даже в ООН понимает, что этот грех, ну, реальный грех гомосексуализма, да, и за этот грех последствия. Это такое слово, садомонахизм. Всем известно, да? Некое какое-то извращенное состояние нашел Господь, как некое, излил свой гнев. Или я ошибаюсь, что есть, когда мы говорим о Содоме и Гаморе, у нас в голове рай на земле. Нет? Не все понимаем. Доигрались люди. Доигрались. Даже нехристианские, вот вполне, организации понимают, что именно когда говорится о Содоме и Гаморе, говорится об оплате за свою вседозволенность. Но если мы вспомним выбор Лота, то мы увидим, что он выбрал лучшую землю, землю рая на земле. И мы понимаем, что там была инфраструктура, цивилизация, теплые источники, все необходимое. Похоть плоти, похоть ячей и гордость житейская. Все, что пожелала твоя и желает твоя душа, было там, в этом раю, но не в обетовании. И нам понятно, что Бог погубил этот город за грех, который для нас считается неприемлемым относительно Писания. И справедливо. Мы понимаем, что это справедливо. Но я хочу вам напомнить слова Ишуа, которые тоже могут вас отрезвить. Матфея 11 глава. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он, что оставался бы до сегодняшнего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день сюда, нежели тебе. И тут Ишуа говорит, секунду, тоже вы думаете иногда о гомосексуализме, грехе, да, справедливо, Бог наказывает. Но что-то еще было в Содоме и Гаморе, да, что в Капернауме было проявлено намного больше, как Капернаум вознесшийся до неба, до ада низвернется, и ему будет хуже, чем в Содоме и Гаморе. Или я не прав? Здесь что-то происходит. Тут Ишуа говорит, что Содому было бы отраднее. То есть более оправдательно, нежели в сегодняшнем Капернауме, мы говорим, Капернаум, чаще всего говорят, это город Иисуса. Там написано прямо на входе. Оттуда были большинство его учеников. Там происходили чудеса и знамения, там происходили многие вещи. И Ишу говорит, тебе, Капернауму говорю, Содоме будет отраднее, чем тебе. Лоту было сказано уходить в горы и не обращаться. Что же делала эта женщина? Солнце уже встало, когда Лот добрался до Цуара. Глава 19, 23 стих и там ниже. Тогда Господь пролил дождем на Содом и Гоморру, горящую серу с небес от Господа. Он разрушил города и всю долину, и всех, кто жил в городах, и все, что росло на земле. А жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Знаете, как бы так сказать, несправедливо. Несправедливо. У вас есть рефлексы какие-то, да? Нет? Если вы будете идти куда-то целенаправленно, и вдруг сзади какой-то шум. Скажите, повернетесь, нет? Даже как бы вы верующим не были. Хочется краем глаза посмотреть, что там произошло. Дернуться в ту сторону. Посмотрите, когда мы говорим, что жена Лота повернулась, в других местах перевода говорится, позади, когда она шла позади мужа, то есть за спиной мужа, она оглянулась, чтобы посмотреть, что происходило. Можно просто увидеть глазком. Если твое сердце не прилеплено к тому, что тебя там тормозило, что, где ты застрял, да, вот в своем разуме, тогда можно посмотреть и не жалея, вперед двигаться. Но здесь происходит нечто. Мне часто говорят люди, вот если бы вернуть все обратно, до войны. Все, что происходило. Знаете, я думал о жене Лота, потому что не просто обратилась она назад, чтобы увидеть, что происходит, но она сфокусировала на фосфорные эти бомбы, с неба, которые разрушали ее мечту, ее рай на земле. Беспечность, не имеющие нужды ни в чем. Источники, хлеб, все необходимое было. Не нужно было сильно трудиться, нужно было зарабатывать деньги, в комфорте жить, которая там растила своих детей, своих девочек, в этом безопасном состоянии, рай на земле. Она смотрела то, где все происходило, самые счастливые дни жизни. И туда она смотрела, когда все рушится. Там, как Писание говорит, где твое сердце, там и твое сокровище. Или где твое сокровище, там и твое сердце. И это манило. И эта таинственная боль, потому что пропадает, сделала ее рабыней соли навсегда. Иногда у нас с вами, мы застреваем в прошлом и застреваем в тех моментах, когда было все хорошо. Когда у нас семья, когда мы зарабатывали классные деньги, когда у нас была квартира, мы продали квартиру, купили машину, взяли еще две машины и купили еще три хорошие квартиры. Когда у нас все было классно до войны, когда мы все жили, все нормально. И вот это все, вот когда и собрания были переполнены, наши общины, домашние группы и все остальное. Все война срубила, все это поломало, все это где-то делалось, и мы смотрим на прошлое, говорит, если бы вернуть все назад. Но когда я думаю об этом, я понимаю, что у людей рай на земле. Но у Бога есть обетование того, чего мы еще не видим. Будущего. Будущее этой общины, будущее вашей семьи, будущее вашей работы, страны, где мы живем. Увидеть все места заполнены, перешать в наш большой зал, иметь два-три служения. Служение на корми голодного, служение бедным, поездкам, работа с детьми, делать большие евангелизации, достигать людей на уровне, который у вас есть, что это наша цель Божьего Царства, что у нас это все впереди. Но почему-то Ишуа говорит о последнем времени, говорит о том, что вспоминайте жену Лота. В то же время говорит, подними глаза мои. Подними. Ишуа говорит о надежде на будущее, на Царство Божие, которое внутри каждого из нас. Надежда на всемогущую победу Божию, без которой невозможно будущее. Без победы невозможно будущее. И это проблема последнего времени. Мы застреваем в своих мечтах. И скажу так, не будет прежде. Как было, не будет снова. Мы новом времени живем. Если мы не перестроимся на работу, вкладывая в нее всего самого себя, брать ответствие за служение, надеяться, что кто-то придет, заменит вас. То есть, новое поколение, которое возьмут, и мы им передадим, наследие наше, ничего не будет. Мы будем просто как-то жена Лота, смотрящая в прошлое. Не будет той прежней жизни, которая нам нравилась. ее не будет. Мы выбираем, что нам нравится, и что Бог называет раем. И Бог обращается к Авраму и поднимет твои глаза. Посмотри в будущее. Посмотри на обетование не только для тебя, но и для твоих детей и твоего наследия. Посмотри на дорогое будущее этого поколения. Что вы видите? Что вы видите в молодых людях, в ваших внуках? Что вы увидите? Кто им скажет о спасении? Кто даст им наставление? Кто придет и приведет их к покаянию, к водному погружению? Кто это сделает, если не мы? Кто скажет им о неуменуемом распаде мира? Кто им расскажет, что может ожидать этот мир? Сегодня чаще всего молодежь не хочет читать писание, им это неинтересно, но жизни мы можем и показать, что нас всех ожидает. Знаете, почему Бог разрушил Содом и Гоморру? Вы сказали опять гомосексуализм и все, что там было. Гомосексуализм это была часть, но не единственным фактором, за что Бог наказал Содом и Гоморру. Я знаю, что задерживаю немножко, но потерпите меня. Иезекиилия 16 глава, 48 стих. живую я, говорит Господь Бог Содома, сестра твоя не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твоей. Опс! Как интересно! Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, пресыщенности, праздности, и она руки бедного и нищего не поддержала, и возгордились они, и делали мерзости перед лицем моим, и увидев это, я отверг их. Самое худшее стоит, когда Бог отвергает, а когда приходит отвержение, ты впадаешь не что иное, как уже под влияние разрушителя. Разрушителя. Посмотрите, что Бог, Господь говорит, за что была наказана Содома и Гамора? За что были наказаны? Гордость, тщеславие, праздность, руки бедного и нищего не поддерживали, возгордились они и делали мерзости перед лицем моим. Увидев это, Господь говорит, я отверг их. Ничего не напоминают, нет? Или можно дать наводку. Последняя книга Библии, о чем говорит? О последнем времени. Последняя книга о последнем времени. Откровение Иоанна. Нечто интересное, похожее начинает говорить Дух Божий для церквей. Скажи этой церкви, скажи этой церкви, и дальше знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извегнут тебя из усмы. ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Рай на земле для меня. Церковь Божия, царь, это самое, именно рай на земле. Мы разбогатели, мы стали ничем не нуждаемся. да, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, ниш, слеп и наг, советуйте купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и же белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей и глазную масть помажь на глаза твои, чтобы видеть. То есть сними лото со своей стороны. Занавес, сними. Да, земля, на которой ты стоишь, фаршивая, возможно, перспективная, суетивно как бы размышлять, что на ней может произойти. Подними глаза, намажься в глазах ваши, посмотрите на Ниве, как они побелели и просите. Не просто пошли кого-то, вот я, пошли его. Аскать Хенене, вот я, пошли меня. Потому что я вижу эти Нивы. Возможно, они еще не сильно пышные, классные, а эти Нивы здесь, у тебя дома, у тебя на работе, в магазине, на улице, на твоем служении, в твоих детях. Та Нива, которая не видна сейчас. Авраам, подними свои глаза землю, которую ты стоишь, отдам тебе и твоим детям. Пойди по ней, провозглашай, что это благословенные дети. На этой земле исполнится все то, что я обещал. На этой земле не в раю будет искупление, избавление, спасение, а здесь, в сухой земле, безводной, будет и спасение для всего человечества. Надежда каждого человека. Он говорит, я, Господь, сказал это и не отменю. Как сильно это может быть для тебя и для меня сегодня в настоящее время? Кого я люблю, тех обличаю. Не наказываю. Итак, будь ревностью, покайся. Все стою, дверью стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь. Войду к нему, пусть на шаббат, и буду вечерить с ним. А он со мной. И дальше обращение к каждому из нас, побеждающему, дам сесть со мной на престоле моем. Как и я победил и сел с отцом моим, так на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит общину. Покаяние это часть пробуждения. Часть восхождения, часть надежды. У нас сегодня есть хлебопреломление. Я не буду делать его таким религиозным, и для того, чтобы много что вам рассказать, почему-то так надо, почему-то символы или не символы. Я хочу, чтобы вы сами пришли к тому понятию, что Бог сказал побеждающим. Там право сесть. У нас есть право поднять наши глаза от того, на чем мы зациклились, в том, чем мы застряли. и начинать видеть обетование, которое действующее для нас, для наших детей, наше наследие. Увидеть этот зал полон людьми, молодыми людьми, поколениями, но для этого нельзя быть посредственным, теплым, верующим. Нельзя думать, что община справится без нас. Мы это можем. Мы действительно можем справиться без вас. Как у нас говорят все те же на манеже, у нас люди говорят, мы справимся. Мы справимся с нашими шабатами, с нашим коврением бедных. Мы справимся с нашими праздниками, мы справимся с евангелизацией. Люди говорят, святое место пустым не бывает, так станет этим святым и ставят свое святое место, потому что оно пустым не будет. Я верю, что мы, как верующие люди, мы призваны, призваны не утыкать в землю, где безнадёга, и мы в панике, а поднимать наши глаза к нему. туда посмотри, твоя земля, это Украина. Той край, че той край, че той край. Усе, это твоя земля. Богом дано, твоя земля. я последний не буду читать остальные сунки. Просто момент такой, если я пократце, он соберёт всех козлов, то есть там козны писать, и баранов, овец, и отделит, поставит по разной стороне. одним скажет «Добро пожаловать», другим скажет «Сори». Скажет «Слиха, извините». Скажет «Почему?» «Почему?» «Ну, когда я был, нуждался, был в голоде, накормили, был нахотели, был в тюрьме, посетили, был в проблемах, вы как бы двигались, мне нужно было слово, да, вот, слышит, на свидание, и вы пошли, мне нужно было учение, вы учили меня». Говорит «Когда это было?» «Извините, не помню тебя». А когда здесь идет собрание, да, когда идет кормление, когда идет поездка, когда работаю с людьми, где наставничество, когда идет общая работа у нас с евангелизацией, или же у нас какие-то праздники, подожди, подожди, но это мы делаем для себя, вот если вы делали для них, вы делали для меня. Так что, другая сторона, да, говорит, «А когда мы это видели?» Вот тогда, не помню. То есть, безразличны были. Сидели дома, а без меня. Справятся? Так справятся. «Ой, у меня спина, а у меня голова, ой, у меня руки не такие, а у меня ноги. Танцевать я вас не прошу. Я хочу, чтобы вы пришли, пришли и поклонены, поклонены, зробили тому, кто все это сделал». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...